В поликлиниках округа продолжается скрининговое обследование пациентов, перешагнувших 60-летний рубеж, возраст не помеха. Цель акции – оказание качественной гериатрической помощи гражданам пожилого и старческого возраста. Тест содержит 7 вопросов. Исходя из ответов, медики определяют уровень истощения организма человека. И если требуется, его направляют в врачу-гериатру. В чем заключается специфика работы этого специалиста, узнала съемочная группа нашего телеканала. Здравствуйте. День добрый. Проходите, пожалуйста. Гериатр Нилуфар Абдулаева принимает пациентов два раза в неделю. С одним человеком работает в течение часа. На приеме жительница Люберец Алла Шкатова. У меня куча. Меня и направили, наверное, в большой, в общем-то, у меня кровь неизлечимых болезней. Вот. Но пока позитивно отношусь к ним и справляюсь. К гериатру пациенты попадают после узких специалистов, которые проводят среди граждан старшего поколения опрос. Возраст не помеха. И на основании ответов диагностируют, имеется ли старческая астения, истощение ресурсов организма. Если угасание функций присутствует, то направляют к гериатру. Его задача своевременно выявить гериатрические синдромы, которые могут привести к осложнениям в старости. Естественно, помочь пациентам сохранить свою сохранность самообслуживанию, быть независимым от постороннего ухода. Большинство пациентов Нилуфар Абдулаевой за 60. Чтобы выявить уровень истощения организма, используют ряд тестов, рекомендованных ассоциацией геронтологов. Большие часы нарисовать и покажите мне, получается, 20 минут десятого. На приеме Александра Андреевна Чайка. У гериатра женщина впервые. Направил лечащий врач. К выполнению тестов относится с юмором, но выполняет старательно. Беспокоит меня уже возраст. И начинаются проблемы. А проблемы начинаются... Ну, сами... То там, то... В основном у меня проблемы... Я пришла... У меня голова кружится. Затем следует выполнение ряда других тестов. Что касается теста с часами, то гериатр внимательно наблюдает и устанавливает, есть ли у пациента когнитивные нарушения. Нарушение ориентироваться во времени, в пространстве. Допустим, он нарисовал неправильные часы. У нее не с 12 начинались часы. Расположение цифр, циферблате. Обследование пациентов комплексное. Гериатр работает в связке с другими врачами. Поэтому после приема она рекомендует пациенту проконсультироваться у невролога, сдать анализы на остеопороз. После того, как пациент посетит указанных специалистов, гериатр определит нуждаемость человека в социальной помощи, подберет план лечения и реабилитации сроком на один год. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.